Давайте соберем наш указатель на странице 412. Посмотрим указатель. Вот он получился. Буква R – это как раз тот случай, что мы делаем наш указатель с русскими буквами на букву R. И теперь его надо привести в порядок. Так, привести в порядок – это убрать все вот эти повторы страниц. Ой, нет, давайте переделаем. Вместо запятых почему-то какой-то другой знак появился. Непонятно. Тут вроде все нормально. Ну, давайте еще разок. Грунда какая-то. Почему-то запятые в верхнем регистре все. Давайте сделаем вот так. Ctrl-A. Вот мы все выделили и все символы вернули в нижний регистр. И стало все смотреться так, как надо. Теперь. У нас здесь есть содержание, в котором тоже термины попали. Нам они не нужны. И 412-410 – это у нас примечание. И запускаем еще один скрипт. Proc number line. Давайте оформим термин символом стилем. Пока мы это можем сделать. Термин указателя. Особый диапазон страниц. У нас с первой по 23-ю содержание не должно попасть сюда. И второе. 402-410. А 402-410 их надо выделить своим стилем. Их надо учитывать, но их надо иначе оформить. Так, у меня нет символного стиля, поэтому сначала его создам, а потом вернусь сюда. Назову его special number. Тут важен только курсив и все. Выделяем и запускаем наш скрипт еще раз. Так, здесь у нас теперь есть стиль. Special number. Потом можно будет его и цветом выделить как-то. Особый диапазон. Мы исключаем в забработке с первой по 23-ю. Это содержание. И оформляем. В первом у нас было не учитывать страницы, а во втором у нас будет особый диапазон. 402-410. Мы их... Вот так надо. А здесь у меня может быть какой-то термин в указателе, по-моему. Вот так. Все, теперь можно обрабатывать. Прогресс-бассаж, значит, все сделано. И что оно сделано? У нас у терминов появились символы оформления. Появились диапазоны страниц. Ну, в общем-то, в данном случае сейчас уже все сделано. Теперь надо сделать PDF-файл, чтобы уже смотреть на этот указатель, ну и что-то с ним делать. Давайте это сделаем. Сохраняем. Все страницы. А тут уже еще они не нужны. Ну вот, а дальше надо просто смотреть, насколько то, что получилось, соответствует тому, что должно быть. О том, как работать, как связать информацию в PDF-файле с версткой, об этом было в предыдущем видео. Повторять не буду. Ну, в общем-то, все на сегодня. Продолжение следует...